Впервые в этой библиотеке в праздничный день тихо. Никаких детей. Хотя их здесь заждались. На входе нас встретили уже по новой традиции. С антисептиком и термометром. И вот сейчас даже мы с вами стоим около окон и можно увидеть, что дети заглядывают в окна, родители постоянно заглядывают. Все ждут открытия библиотек, потому что наступает такой период, когда детям задают списки летнего чтения. И все родители очень тревожатся, что ребенок не успеет все прочитать. Кстати, сегодня у самой известной детской библиотеки города еще и юбилей. Сто лет. По просьбам юных читателей онлайн показывают видеоролик, рассказывают о тонкостях и истории библиотечного дела. И вовсю готовятся к тому, чтобы возобновить работу. Проводят уборку, реставрируют книги и наводят порядок. Я ее исключаю из этой картотеки и потом эту книгу мы спишем по ветхости, потому что зачитали. В Шишковке сейчас тоже все онлайн. Бумажные книги не выдают, но тех, кто не успел вернуть до пандемии, принимают. На входе работает станция для самостоятельной сдачи. После книги проходят специальную обработку. Этот аппарат, облучатель, ультрафиолетовый, бактерицидный. Четыре часа книги находятся здесь, обрабатываются. После этого они изымаются и размещаются в обсерваторе на трое суток. Кстати, на период эпидемии часть сотрудников пришлось отправить по домам. Нас заверили, что с сохранением зарплаты. Мы очень рассчитываем, что мы в скором времени возобновим работу. К сожалению, наступили вот такие времена, когда бумажная книга сейчас временно недоступна. И люди перешли в формат электронного чтения. У нас увеличилась книга выдачи из электронной библиотеки, увеличилась серьезно. Особо не стали брать больше электронной книги по сравнению с до эпидемии. Оказалось, что электронные книги читатели тоже предпочитают брать в библиотеки. В магазинах спрос на них не увеличился. Возможно, это сила привычки, а может быть просто экономия средств. Мария Микшута, Николай Шелко. День с толком.